Внести коррективы, учесть пожелания. В микрорайоне Лопатинские прошли обсуждения с жителями проекта благоустройства одного из скверов. Так называемый Вишневый сад уже вскоре должен преобразиться. Так как сквер является транзитным, уже существуют основные направления, как люди передвигаются по ней. Мы это, конечно, учитываем. Множество деревьев. Все деревья хорошие и мы их сохраняем. То есть мы ничего не вырубаем. Во встрече, кроме жителей, приняли участие представители фирмы, разработавшей концепцию развития сквера, а также заместитель главы администрации городского округа и депутаты. Наш муниципалитет на этот год может получить субсидию правительства Московской области на организацию нескольких скверов. Предваритель соглашения уже с правительством Московской области, Артур Ильич Болотников, наш глава ездил, с министром разговаривал, убедил его в необходимости финансирования двух данных скверов. Проектировщик предлагает оборудовать здесь места для тихого отдыха, сделать детскую игровую зону и привести в порядок покрытие тропинок, ведь сквер имеет в первую очередь транзитное предназначение. Основные пожелания жителей заключались в установке здесь еще и небольшой сцены, ведь в основном местные помнят это как агитплощадку и хотят возродить прошлые позитивные практики. Не только у меня, но и у других жителей такие же есть пожелания, потому что согласитесь, приходить вот сюда к дворцу, да, ну у нас уже очень большой микрорайон, и даже посидеть здесь негде. А если была бы как вот на Москворецком подиумная сцена с лавочками, у нас же детки, какие только коллективы не представляют, и можно летом давать концерты, и все увидят, и все подойдут из соседних домов. Я думаю, что это вполне реализуемо даже вот на 100%. Пожелания жителей уже взяты на карандаш. Реализация проекта намечена на это лето. В этом году должны привести в порядок еще одну подобную зону – березовую рощу в городе Белозерский. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов, Новости Искровект. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов.